Всем привет! 22 апреля 2021 года. Нахожусь на Трансмаше. Остановка так называется. Вот магазин Магнит. Здесь раньше все это помещение занимал магазин музыкальных изделий Мелодия. Тут и гитары, барабаны продавались, трубы. Такой музыкальный магазин назывался Мелодия. От него сейчас остался небольшой отдел, магазин музыкальных инструментов. Совсем небольшой. Но, тем не менее, приятно, что хоть что-то осталось. А это магнит такой большой, продуктовый. Остановка Трансмаш. 12-я школа, кстати. 12-я школа. Это перекресток с переулком Карачевским. 12-я школа. Там у нас автовокзал вдали. И перекресток с Карачевским шоссе. Да. Улица Комсомольская вот эта с Карачевским шоссе. Перекресток. Еле заметно движение машин вот в правую сторону. Это как раз Карачевское шоссе. Вот там, да. А это магазин Мелодия был в советское время, дом. А сейчас Мелодия вот такая маленькая. Маленькая стала. Вспоминается мне, может, не к месту фильм «Фантазм». Там девушка увидела карлицу, в которую была превращена ее бабушка. И говорит, бабушка, ой, какая ты маленькая стала. Вообще. Вот. То же самое и Мелодия магазин. Какой он маленький стал. Прямо жалко смотреть. Так. А здесь в советское время был продуктовый магазин. И сейчас Сбербанк. Ну вот, как бы жаль тоже. Хотелось бы, конечно, чтобы все оставалось как в детстве. Хороший такой продуктовый магазин. Там были такие конусы стеклянные с соками, с напитками. Там тыквенный, ткемалевый, какой еще. Томатный, вишневый, яблочный сок. Вот. Сливовый, еще помню, сливовый. Так, 12-я школа. Переулок Карачевский. Дом замечательный, да? В башенку. Ну, собственно, если вот по этому переулку туда пойти, по Карачевскому, то там будет железнодорожный переезд. И завод. Автосельмаш его еще называли. Хорошо, наверное, правила нарушать, но неохота видео затягивать. Хотя мог бы и паузу нажать. Так. Что там? Что там еще у нас? Вот я забыл, как строительный техникум, или что это? Вот забыл, как называется. Лечебное заведение. А тут... Вот опять же забыл, что здесь было. Может быть, книжный магазин, скорее всего, в советское время. По-моему, книжный магазин был. Вот эта остановка тоже Трансмаш, Автосельмаш называется. А, вспомнил. Это называется Трансмаш, Автосельмаш остановка. А тут магазин Мелодия. Во, магазин Мелодия эта остановка называлась, а не Трансмаш. Время идет, все уже забывается. А вот тут магазин Новинка. Вот здесь сейчас красная цена. Господи, пятерочка. Вот в советское время там был замечательный такой магазин Новинка. А сейчас там Пятерочка и магазин Блокпост. Кстати, очень хороший магазин Блокпост. Там, знаете, ну, всякие вот эти амуниции, там, спецодежда. Хороший магазин Блокпост. Это там хорошие такие. В 2017 году ботинки купил. Называется Бутекс. Очень прочные. Ну и, собственно, вот улица Комсомольская. Карачевский переулок. Трансмаш. И все. А, да, вот зайду сейчас до магазина учебных пособий и закончу ролик. Хотя можно еще дойти до перекрестка. Может быть, кусочек хлебокомбината зацепить в ролике. Сколько там это? Пять минут. Ну, давайте. Учебный коллектор. Конечно, в детстве это был восхитительный магазин. Помню, как я сюда пришел. И купил спирт формалин колбу в стадии развития лягушки. Так мне это восхитило и дешево это стоило. Я купил. А то не знал, куда эту колбу девать. В конце концов, подарил одной девушке. И что интересно, она приняла. О, карта метро. Карта гостя. Интересно. Лукьянова Марина Владимировна. Карта гостя. Но я не Лукьянова Марина Владимировна. Что делать с этой картой? Объявление дам. Во. Поищу ВКонтакте. Если человек найдется, и мне будет интересно, и ему. Лукьянова Марина Владимировна. Я нашел вашу карту гостя магазина метро. Голдвин Майер. Шучу. Мой телефон в описании к этому видео. Звоните, приезжайте за картой. Так. Переулок Комсомольский. Замечательное название. Улица Комсомольская. Переулок Комсомольский. Если туда дальше пойти будет улица Латышских Стрелков. Тоже название такое революционное. Ага. Вот это, по-моему, дом культуры. Хлебокомбината. Точно не могу сказать, что это такое. Но что-то это тоже из советской эпохи дом. И вот хлебокомбинат сам. Сниму и все. И завершу ролик про Трансмаш. Какой здесь запах от хлебокомбината. Восхитительный. Господи. Заводской районный суд города Орла. Да. Нифига не дом культуры. Орловский каравай. Хлебокомбинат. Ну и все, наверное. Хлебозавод номер один. Запах восхитительный просто. Просто зайду в магазин за любопытством. Снимать не буду, потому что ничего там особенного. Если вам интересно, зайдите вон на Ленинскую. У нас отличный магазин есть. Орловский каравай на Ленинской. Там такой же практически ассортимент. Хлебозавод номер один. Замечательно. Переулок Комсомольский. Заводской суд. А те вот дома, вот девятиэтажка, это по улице Мопро стоят уже. Все. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал Дмитрий из Орла. Всего вам доброго. До свидания.